Десятки людей приняли участие в спасении янтовидных собак, которые пострадали под колесами автомобилей или от нападок других животных. Сначала добровольцы Костромской области доставили пациентов ветеринарам своего региона, а затем перевезли хищников в Ленинградскую область, где им смогли оказать квалифицированную помощь. Что делают врачи и когда на выписку в дикую природу, расскажет Алексей Макитюк. Ай, как вкусно. Вкусно, вкусно, вкусно. Этот милый зверек, судя по полученным травмам, оказался на пути машины. Сбивший его водитель уехал, а животное так и осталось лежать на трассе. Там его заметили люди и не позволили зверю умереть. Ребята аккуратно погрузили его в машину и повезли в местную клинику, в город Буй. Врачи местной ветеринарной клиники посоветовали ребятам енота уступить, что их категорически не устроило. Дальше мы с ними скоординировали действия, и ребята за 100 километров повезли енотку к нам в Кострому. Енотовидную собаку приняли за енота из-за похожей мордочки. Даже имя дали Фёдор. На следующий день у зверька появился сосед – ракета. Рваные раны на теле говорили, что он пострадал в схватке с дворовыми собаками. Когда животные смогли нормально есть, волонтёры отвезли их на лечение в Ленинградскую область. У Федя аппетит хороший. Федину аппетит хвалят. В центре Велес привыкли выхаживать диких животных. От привычных для региона лисиц и лосей до экзотических рысей и львов. Вот и к новосёлам нашли подход. Они были ушиты в другой клинике. Поставлены дренажи. Мы сегодня обработали их в очередной раз. Дренажи удалены. Сняли воротник. Там всё достаточно пристойно. Собака в стабильном состоянии. Она хорошо кушает. В общем, у него всё будет, я думаю, в ближайшее время уже хорошо. Второго зверька с переломом челюсти прооперировали. Косте вправили, чтобы он как можно скорее смог самостоятельно добывать себе пищу. Скорее всего, одну из енотовидных собак отпустят на волю уже в июле. Судьба другого его сородича зависит от того, как хорошо он перенесёт операцию. Алексей Миктюк, Алексей Вершицкий и Елизар Пирогов. Известия специально для телеканала 78.